Всем привет! Сегодня я хотел бы рассмотреть вот такую тему, не знаю, может кому-то тоже приходило, мне вот пришло вот такое письмо, вот, оно уже мне приходит там в течение месяца, да, плюс-минус, точно не помню, вот, но сам факт, хотим сообщить, что 21 октября налоговая информация клиента, моя там и так далее, была изменена, сейчас она находится на проверке, вот, я потому что ее уже несколько раз заполнял, да, эту налоговую форму, вот она, вот, и, мне, она постоянно на рассмотрении, вот, то есть в роликах показано просто как ее заполнить, например, да, и Google мне вот ничего такого не выдает, вот, что, чтобы вот она у меня одобрилась, вот, я ее уже несколько раз заполнял, вот, и как бы это, ну, ни к чему не приводит, все время она на рассмотрении у меня, и мне предлагают, в общем-то, здесь вот загрузить какой-то документ для подтверждения юридического, название, ну, типа, аккаунта, вот, то есть у меня, короче, не совпадают сведения, я так понимаю, вот, а что нужно сделать, вот, не совсем понятно, и я хотел бы разобраться в этом видео, ну, лично для меня, я уже и водительская отправлял, и паспорт отправлял, и все равно вот такая вот петрушка происходит, вот, как я понял, им, чтобы все прокатило, нужно отправить загранпаспорт, вот, ну, как мне сказали, там, в одном из комментариев под видео, вот, но у меня нет загранпаспорта, так как я его даже и не делал, вот, и вот, что делать, я не знаю, у меня это критическое оповещение вот стоит, вот, видите, и ничего от этого не меняется, собственно, вот, и как из этого выходить, честно говоря, я не знаю, уже, наверное, разов 15 я отправлял это, вот это вот, налоговую эту форму, и ничего не происходило, вот, требуется заполнить документы, вернее, требуется, требуется дополнительные документы, предоставьте их как можно быстрее, чтобы ваш платеж был учтен в ближайшем платежном цикле, вот, ну, я ни разу платежи не получал, да, от Google, ну, от YouTube, там, и так далее, вот, поэтому, как бы, у меня нету такой истории, вот, по выплатам, еще про AdSense я хотел сказать, что у меня, так, проверка, где вот они, платежные данные, платежные данные, вот, управление, наверное, настройками, так, и у меня здесь заполнено все вот так вот, вот здесь вот наименование и адрес, у меня было заполнено все на русском, вот, это я уже перед этим, перед записью этого ролика, вот, исправил все на английские буквы и цифры, вот, и надеюсь, что у меня это все прокатит, так как здесь у меня указано, что, сейчас, секундочку, я еще раз открою, юридическое название не совпадает с приведенным в аккаунте, то есть, получается, что у меня наименование и адрес не совпадают, то есть, с тем, что я указываю в налоговой, потому что в налоговой я все пишу, ну, кириллицей и английскими буквами, да, а здесь, получается, было заполнено у меня на русском языке, вот, ну, я так просто предполагаю, да, я еще не проверял ничего, я вот только адрес и название, ну, свои данные исправил на английский язык, вот, и я надеюсь, что мне это прокатит, просто мне нужно, сейчас попробовать отправить заново эту форму, вот, это мы все оставляем, создать новую форму, если вы начнете заполнять новую форму, предыдущая будет удалена, создать, так, здесь мы забиваем пароль, так, и, собственно, начинается это заполнение, мы физическое лицо, потом далее являетесь уважением США, нет, далее, потом выберите налоговую форму W8, ну, я думаю, что вы все это заполняли уже, да, кому приходило, так, нам нужна нижняя, так как мы за пределами США находимся, дальше, сейчас подгружается, вот, и у меня здесь уже, как бы, все уже заполнено, да, практически, здесь каждый заполняет свои данные, то есть, имя, фамилию, потом страна, здесь ИНН, так, здесь заполняем ИНН, ИНН у каждого свой, если у кого-то стоит в паспорте, то можно взять из паспорта, ну, как у меня, например, я в паспорте поставил, чтобы не таскать с собой, там, всякие дополнительные бумажки, или на госуслугах, например, да, вот, то есть, забиваем сюда ИНН, так, потом нажимаем далее, здесь адресы постоянного места жительства нужно заполнить, то есть, ну, по прописке, там, или где вы проживаете, вот, и это нужно заполнять на... И это нужно заполнять на английском языке. Так... И почтовый адрес, например, если вы прописаны в одном месте, а проживаете там временно или еще как-то там в другом, например, да, то здесь, я думаю, тоже нужно будет указать адрес, чтобы вам вот эта вот бумажка, или что там будет приходить, ну, то есть, к вам пришло, а не куда-то там, вот, здесь далее. Так, дальше, вы указали страну Россия, претендуете ли вы налогу и, соответственно, соглашением об избежании данного налогообложения. Так, нам вот нужно нижнее выбрать, являетесь ли вы резидентом страны, из которой США, тогда... Так, здесь выбираем Россия, потом здесь нужно тоже выбрать все галочки, налоговую ставку 0, выбираем. Вообще, этих видео, вот, о заполнении этой налоговой, вот, как она называется, декларации, или как она там правильно называется, вот, их много, довольно-таки популярных каналов, вот, но я вот сколько не заполнял, у меня вот так вот, не подтверждается она, и все. То есть, я решил вот снять об этом видео, и надеюсь, что у меня получится сейчас прям это все дело исправить. Полное имя, здесь пишем полное имя, тоже латинскими, нужно написать. Так, да, мое имя указано в разделе «Подпись», потом далее. «Информация о отдельности оказания услуг на территории США». Так, оказывало ли юридическое или физическое лицо, указанное в разделе «Налоговой информации и услуги компании Google»? Так, или ввело ли деятельность для нее на территории США? Нет, я подтверждаю. Так, здесь получали вы платежи. Так, я не получал платежи, поэтому я не использую, поэтому я выбираю вот верхний вариант. И отправляем эту заполненную петицию, или как она там правильно называется. Вот, и представляете, у меня все прошло. Прошло одобрено, одобрено. То есть, все отлично. Вот. А до этого все время было вот здесь на рассмотрении. Ну, как я вам в начале ролика показывал, еще раз я вам покажу, что для того, чтобы вот это вот дело у меня больше не высвечивалось, да. Так. Ваши настоящие приостановлены. Так, статус. Изменения. Так, сейчас еще разок проверим все. Так, все одобрено. Надо. Ну, в общем-то, сейчас я вам еще покажу. Вот, управление настройками. И мне нужно было вот здесь вот заполнить на латинском наименовании и адрес. Вот здесь вот. Это ваш домашний или юридический адрес, то есть вашей компании, если вы юрлицо. Вот. Или это адрес, если вы физлицо. То есть вот здесь, получается, нужно было заполнить английским языком. Вот. У меня было все на русском написано. Вот. И наименование и адрес. Вот. Поэтому, как бы у меня не проходила эта форма налоговой информации. И все время было на рассмотрении. И вот, когда отправлял я на рассмотрение, например, да, то, собственно, то примерно через, там, не знаю, неделю или две после отправки приходило снова письмо, то, что у меня нужно подтвердить вот эти все данные. То есть, или изменить данные, или как бы заново отправить вот эту налоговую форму. Вот. Ну, все на этом, собственно. Надеюсь, что мой ролик кому-то помог. Если мне не изменяет память, там, до 31 октября нужно было изменить эти данные, вот, чтобы все налоговое, эта форма прошла. Ну, и вот на почту мне пришло, то есть, письмо сразу же практически в течение, там, нескольких минут. Ваша налоговая информация подтверждена. Теперь вы можете своевременно получать средства и платить применимые к вам налоги. То есть, тры-тры-тры-ппы, в общем-то. Вот. Вот такая вот, в общем-то, петрушка. Ну, я очень рад, что у меня все получилось. Долго я мучился, вот, с этой вот формой отправлял. Ну, в итоге, вот, видите, вот так вот мы с вами разобрались. Все практически, можно сказать, онлайн. Вот. Ну, на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел. Надеюсь, что я кому-то помог. Ну, надеюсь, что вы все, у кого такая проблема была, теперь исправите эту проблему, и у вас все получится. Если не сложно, поддержите это видео лайком. Подпишитесь на канал. Вам не сложно, а мне приятно. Я желаю вам всем добра, удачи, чтобы все у вас получалось по жизни. И до новых встреч.